добрый вечер добрый мир у меня вопрос просьба достаточно объемная хотя одна по поводу недавнего выступление которое состоялось вот буквально на днях выступление нашего патриарха кирилла в московской государственной думе событие не рядовое хотя выступление носила точечно адресованный характер москве властителям столичным но все же до известной степени голос патриарха это голос церкви до позиции поэтому мне и думаю как и многим православным христианам не безразлично услышать вот в том что он говорил что он говорил а выступление интересное потому что важно не только то что он говорил но и как он говорил вот и поэтому я знаю что и вы смотрели это выступление и гнария дедович и поэтому хотелось бы услышать ваше мнение ваш комментарий по поводу этого выступления эти если бы это был не патриарх а какой-то епископ было бы проще сказать я бы сказал что один из епископов не называл бы а здесь уже все известно поэтому мне таиться никак не не приходится вот один генерал нас я говорю о президенте он один а тут могли подумать на одного на другого вы знаете есть такой один фильм ну иван васильевич меняет профессию когда стали они разобрались кричать царь то не настоящие вот у меня такое впечатление что это не патриарх был вот показывает двойники путина и определяет какая мочка ухо у него как глаз какое какие у него здесь ноздрюльки все это распределяет какие клапана и говорят что у него три двойника с которыми выходят из кем мы встречались гореть не знаем настоящим или нет но тут я хотя и не очень сомневаюсь но не патриарх это было это под ним под этот муляж кто-то сделал не может патриарх это говорить но когда я слушал у меня временами приходило мнение его голос на и тембр голоса патриарх говорил все же потому что ну когда говорит человек про куреным голосом его как-то определяешь дребезжащий голос а тут так как будто бы он как сталин курит трубку на трубка у него набита не набита не табаком а ладаном такой у него голос ладанной но не может патриарх говорить это полчаса и вообще о боге не только слава богу сказал но это все говорят совершенно как в поговорке где-то это как будто говорил какой-то домоуправ или слесарь сантехник ржавленые трубы там от этого интересуют у тебя некоторые слова только выписал вот смотрите он новация традиция неоднократно он говорил и как будто он говорил и так посмотрел как он у него такой взгляд как будто бы думал вот знай наших что у нас тоже среди попов то умные бывают а чтобы меня кто не осудил я такой же человек образованный гражданин своего государства о чем говорит то дальше вот знаете это стиль барокко барокко это так звучит это ой 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 так а если вот убрать эти улиц которые там дома стала старая это это без традиции без прошлого я по частям буду говорить но он-то знал что он первый раз в государственной думе большого города москвы столище говорит что больше не придется там быть ты но и все знают что он патриарх ему зачем было этот оговорки такие ужимки делать то нужно знать что всем понятно что он верующий или всем понятно что не верующий хотел доказать это если верующий ну ты сказал бы открыл святую библию и сказал вот святая библия она официально издана назвал какие-то данные переведена на 2026 языков к ней близко даже произведение одного нету и здесь все говорится но и дальше бы у него пророческого глаза никогда не было и не будет это рафинированный мирской ум совершенно очищен от всего духовного это года работал на шлифовал себя я вообще слушал когда у меня тогда состояние такое подходит мне хочется прервать упасть на колени и плакать боже что сделала с нами кто стоит во главе куда он приведет людей люди вообще ничего не знают это показывает разлохмаченные бабенки там сидят какие-то то собянин там кто-то вот и скажи и брось ты им слово живое и истина больше никто не скажет счете баба и что что тебя за уши за эти длинные вытащит или что еще он стоял там мялся то охота было зайти за культурного за какого-то философа да разве можно было это делать вот этот маленький фильм то вы показали смотрели мы ричарда вурмранда то как он зашел и как врезал им всем сказал бог это делал центр это бог а он центр всего человек я прямо говорится центр всего человек центр жизни человек с философской точки зрения я его слова хочу показать а в право якова сказал чтобы убрать это все так это не буду я знаю но не буду называть вот это то есть он со всеми хочет быть хорошим пророки никогда не говорили это они прямо вещи называли своими именами с их именами сидящих перед ними не ты ли и дальше говорили как павел говорил который уводил ты сын дьявола враг всякой правды но бросим слово то и умри умри как христианин нет этого постоял и пошел они-то это понимали что он сказал договорил о ржавных трубах как заменить да это слесарь любой скажет а вот я хожу когда отдыхаю где он хочет отдыхает и там с ним сторож или кто-то и вот это глаз народа он да какой глаз когда люди неверующих где он нашел этот глаз то еще божий глаз то глаз народа пропившегося сбившегося и дальше говорит в доме думать жкх это говорит капитальный ремонт это за хостерка думает но он-то зашел зачем туда зачем вообще туда пошел если знал что сказать еще не сможет но это все прочитал это и ужас какой-то на меня нашел раньше еще думал что возможно как-то где-то что-то нет невозможно сейчас не надо ни на что рассмотреть вот я открою несколько мест писания что он мог сказать он бы мог открыть премудрость соломона 6 глава 5 стих прямо открыть и сказать страшно и скоро он явится вам он бог есть всемогущий судья он ждет лерман не побоялся сказать чего трепещет то и строк суд над начальствующими он сразу защищен за то что вы делаете кому деньги отдали батурин и елене пенсию назначен который до него был не вызвал доверия лужков 256 тысяч месяц ну разве это годится даже не об этом бы говорить надо сказать о том какая катастрофа идет со всех сторон страна горит покайтесь выход человеке покайтесь и веруйте в евангелие но одну фразу повторил бы хотя бы три же как написано в святой библии в святом евангелии почему он не сказал он не знает этого ему надо говорить премудрость соломона 6 глава 8 стих но начальствующим предстоит строгое испытание вы считаете с начальствующими вы думаете когда умрете что с вами будет где вы будете на какой стороне на левой на правой вы бога то не знаете совсем что вы делаете с народом посмотрите какой ропот везде идет он а он все подговаривался сказали у вас встреча с народом обратная связь да он то встречается где пусть он переоденется снимет себя все это и пойдет народ как делал царь как ульман не сделал президент латвии и ремия 1 17 мог просчитать а это к нему сказано а ты припаяшь шресла твои и встань и скажи и все что я поверю тебе я с большой буквы не мало души стой перед ними чтобы я не поразил тебя в глазах их я сейчас скну тебе в темечко то это умрешь здесь за этой капитрой хороший дом вот они построили стоит совершенно мирской человек он не выходил ни разу не надо было ему выходить никто бы не знал пусть он тайне сидит никто бы не знал об этой беде господь говорит для чего то есть ты готов сказать истинное слово скажи все что я повелю тебе ему бог ничего не говорил отсюда я сделал вывод что с богом связи не имеет нету связи неужели бы бог ему не положил на сердце сказать то что требуется сказать сказать о беде какая с народом что люди не знают бога не знают он должен был начать покаяния сколько храмов строим глупости эти все никому не нужны эти храма и виноват в этом я вот это было бы у него как должно и дальше опять сказать и вот это что здесь делается да и сказал бы о христе не мусульман никого не боялся он православный они не боятся кричать аллах акбар счету побоялся сказать слава иисусу христу ни одного евангельского слова вообще нету в одном месте сказал только там а вот у коринфян написано любите друг друга у них это не коринфи она не любит та самая любовь ну вспомнил братья карамазов вот о чем там говорят а та самая самая любовь любила много там блудница и луки 13 3 глава 13 глава 3 стихи 5 два раза господь перечисляет у вас в москве были взрывы вы помните все сказали все голову будет еще хуже под самую завязку на трамбует динамитом нет говорю вам но если не покаетесь все также погибнете и опять напомнил бы вот и каширское шоссе там взорванные вы помните все это будет на каждом шагу этот взрыв с отрезанными головами будут ходить женщины нет говорю вам не спасетесь но если не покаетесь все также погибнете повторить он бы бросил им такое такое слово солью приправлено это и как бы это по миру разнеслось наконец-то бог хоть однажды посетил верующий епископ один нашелся хоть один за столетие верующий епископ а я вспомнил фильм преобразующие время он как раз из тех он хороший но не связан со христом до хорошие трубы ржавлены вы не сделаете вы разворуете все он говорит вот тех странах деньги как и кладут никто не имеет права снять то другое там есть намек на то что люди верят бога здесь ничего этого нет все разворуют в любом варианте разворуют и сам бы перешел и сказал я вот тоже торговал чем не положено там табаком да водкой простите меня скольких людей отравил я не достоин называется христианином а не то что там священником и епископом тем более патриархом а между мирянином и им сколько разных ступенях то было мирянин дальше чтец чтец и подьякон дьякон надо что возникает дальше пресвитер протопресвитер все эти звания епископ архиепископ митрополит и наконец патриарх вершина всего и любой из баптистов сказал бы это любой любой свидетель егова называется эритик сказал бы что я говорю он не сказал он был плоды от того что он было не говорил хорошее давайте будем то другое вот преобразующее время то он прямо здесь и записан прямо в этой заходит и поэтому первый вопрос он ли был все подтвердят что он я уже знаю это дело второе зачем он туда пошел этот вопрос вообще не отмечу я за него не буду отвечать покрасовать и сколько его человек охрана охраняет минимум 15 только стоит а перед богом так как придется стоять сколько людей сидит здесь и можно было сказать вы бездумная дума вы плохо думаете потому что посты не соблюдаете живете по мерзке живете блудно у каждой женщины мужчины сколько абортов за плечами страна трещит не поможет ничто страна такая не нужна ни людям не богу мы все стоим на краю гибели о чем вы рассуждаете вы думаете как покаяться как изменить свое отношение к богу центр жизни христос 121 переписан для меня жизнь и христос и смерть приобретения он бы бросил эти слова то чтобы услышали для бога надо жить для бога вот это если бы он начал им говорить я думаю было бы изменение какое-то хоть в одном человеке ни у одного ничего нету с какой целью пошел показаться чтобы они не забыли что есть патриарх да многие не знаю что два патриарха есть у новозыпковский старообрядцев тоже патриарх александр есть грамотно учился 115 странах был ну и что и где ты возвестил ни в месте не проповедовал нигде не отрез пыль где его не приняли он бы сказал так если вы меня не принимаете согласно писания евангелия согласно слов иисуса христа умершего за наши грехи я отрезаю прах с моих ног и больше близко не подойду к вам еще он боялся то трепетал охота была уйти по хорошему он от них независимый любой зависит который там сидит думает они все повязаны эта система но эта система здесь он мог сказать или ему это выверили написал кто-то там рефер референты пишет и это он при написал и спрашивает а он ли это сказал я не могу на это вопрос стопроцентно ответить но очень похоже на патриарха был и как он может говорить о спасении а тогда для чего православная церковь на глядя на него по разным там собранием городских думах собирается епископ и митрополиты и они точно так же говорят а почему патриарх так сказал ни одной ссылки на писание нету не считаю что коринфян полюбить и друг друга да это они даже не поняли что ты святой библии так для виду бросил слова вот мое мнение каждое слово разбирать даже не хочет ну и жаль я буду говорить о ржавных трубах и а вот барокко связано как-то прошлое показала мы не годы россия пала никакие дома не помогли и все сгорит москва это третий рим вавилон она приготовлена к сожжению и все что вы делаете здесь дела земля и дела все на ней сгорят да в полчаса то сколько он мог наложить я не думаю чтоб какая-то там бабенка отключила его даже жириновский больше говорит намного больше говорит каких учителей это набираете он мог бы пройтись по всем отраслям это еще не даст что нам уже лучше сделать красивее когда в этих домах разврат идет пьянство злые замыслы а когда поднимутся сейчас мусульмане здесь что есть там больше миллиона что у нас будет а покаяться надо мы являемся язвой позором для мира почему он этого не сказал он не знает этого я нахожу ответ только один вера у него никакой нет в суд божий вообще не верит он это патриарх то не верующий видя люди которые христа не знают им не сказать да ты себя же взыщется перед богом он послал туда чтобы ты сеял сеял семя что-то упало бы при дороге между рядами а что-то попало бы на плодородную хотя бы 1 4 часть 25 процентов здесь полпроцента даже нету меня спрашивают еще спрашивать когда тут все на лицо бывает где-то требуется еще немножко скрыть а здесь ничего не надо говорил мирской человек говорил о вещах которые его не зависит все взялся управлять там из-за ржавели сердца людей как ржавой железки вот скажи и старый того барокко и прочее никому это не нужно все это пустое вот так он должен был сказать а вот в тех странах то ну не поедут небоскреб а тут приедут ну хорошо все старые дома целы посмотрели издалека с австралии дальше что ничего нету ты остался тот же вид старого дома не вызовет никакое барокко у тебя покаяние люди познайте христа близко близко его пришествие уже шаги его слышатся как песни песней написано да ему такой можно было горит огонь бросить зажечь все буквально вся бы москва гудела полчаса топтался говорил и говорит то не о чем многозначительное дело передышки говорит как посмотрит неверующий я молиться только буду еще сильнее за него его ждет страшно учиться за гробом за то что вот он с народом и ничего не говорит и все говорит с оглядкой с приглядкой такой а тут люди какие сидят да как перенесут то другое не боялся бы сказать обо всем самая большая беда что люди не знают христа евангелие не является центром жизни и он даже не помянул да вышел да большой библию взял да поднял перед народом и показал я благословляю вас всех считать приходите занятия будем вести городская дума выделите в здании большое я сам приходить буду вести уроки у вас не буду присылать туда которые на два кресла задницы не умещаются ну мог бы это сказать то хоть как то чтобы где-то улыбнулись ему все лукавство и хитрость мне это легко говорить легко потому что я говорю это с одной целью чтобы люди были другие я говорю это от полноты который меня бог наполнил мой сосуд как вином крепким я один дома был слушал и хожу ну неужели несколько вижу три минуты остается ну скажи ну скажи не тут то было у меня задача как уйти чтобы быть своим зачем ему это надо если уж нечего сказать залезть на бочку да прокричи им хотя бы вот мое мнение по оценке ниже некуда далеко далеко ниже нуля вниз по духовному ничего нету это был не вождь не пророк неверующий никто зачем залез об этих ржавых трубах говорит не знаю я не могу ответить на этот вопрос зачем он вообще пришел туда и ничего кроме позора он не получил а все это в его руках было но не знает мог бы мне позвонить сказал самолет высылаю приезжай скажи ради бога спаси меня от этого горе от этой беды и лучше то станут гондосят там стоят гундяевы ужас один вот мое мнение какое я вначале думал отвечать на это сказать ну как бы где-то кто-то поток на 1 лицо то уже понятно о ком я еще крутить буду кого-то я его не боюсь почему потому что я молюсь за него сделал там еще не сделает киллеров не подошлет он никогда на это не пойдет потому что трусливый трусоси корысь корысь и трусоси вот эта смертельная язвана и было тут явлено господь говорит не малодушист вы чтобы я не поразил тебя в глазах их он этого не знает не знаю он мог бы посоветствовать с такими людьми которые у него там есть и священники есть которые по электричке ходят проповедует и сказал молись за меня пошли вместе хоть рядом будешь сидеть потому что ну тут дума они не будут с обыкновенным попом разговаривать а патриарх им тоже надо показать у нас был патриарх да может после этого еще под благословение подходили как-то обрывается так непонятно почему не показали как он с кафедры что-то там было такое что оборвали искусственно оборвано не может тот кто снимает режиссер или кто кинооператор обрывать его когда он еще говорит его его речь никто не регламентировал что одна минута туда-сюда и он уже не годен будет мне вопросы сегодня эти уже прям со всех сторон тянут скажите и скажите ну еще сказать то плакать надо ему на преобразующее время посмотреть фильм и понять что он именно этот профессор именно этот и чтобы он понял эти плоды когда покажутся что он сейчас не проповедует и где его душа будет какое дальше поколение будет или вообще уже дальше никакого поколения не будет но по фильму я вижу прямо вписывается в это говорит слова по-хорошему и он никого не задеть пройти поняшу на то опытный уже нигде у него врагов много но враги из-за зависти настоящих-то врагов вот здесь он мог нажить их и с ними явиться а у него какие враги он бы обличительную речь мог сказать тем более мог бы факты какие-то показать конкретные я уж не верну выше это другая ступень пророка сказать что будущее ждет москву как она в пламенеющем огне божьим сгорит но это его не поверили бы поэтому ваши ржавые трубы не нужны никому вот такое мое мнение спасибо христос и насти пиканович тебя ере не арестуют за то что ты слушал меня меня но да все будем слушать ну а как же нужно слушать это нужно узнать потому что одно дело говорить патриарх другое дело мы хотим услышать этого свете библии да во свете библии только и открытым оком смотреть на все надо да вот потому что действительно впечатление вот вы сейчас говорите я но такое но тяжелое действительно потому что и мы действительно видим что происходит страной вот и то что называется те вызовы которые приходят и запада и изнутри и отовсюду это действительно порог испытаний тяжелых испытаний вот а вы не смотрели интересный ролик я честно говоря удивился что этот человек христианин я впервые услышал я искренне порадовался этой речи из уст чиновника и никакого губернатора из уст аманулеева как он говорит о христе вы не слышали нет не слышал я вам схим это очень удивительно скажет сколько он говорит о христе я но неужели христианин он оказался действительно христианин я впервые такое слышал это очень дивно я вам о том и роли просто изумительно а вы видели как там аристарх то его запрашивал что мои книги убрать и туреев приказал убрать аристарх аристарх кемеровской области митрополит он никак не может мои книги убрать из областной библиотеки они же бюджетники он обратился к аману тулееву и тот дал указание книги лапкина немедленно убрать так они с какой радостью теперь директорат иначе снимут их мне это все сообщили я выставил вчера это на таком уровне гоняются за книгами то есть насчет они стоят если митрополит и губернаторы не спят спокойно и притом они первый случай не первый в омске также было там владимир митрополит и точно также губернатор я приехал они мне звонят губернатор за это дело взялся любым питьями книги лапкина из библиотеки убрать а он их ни книг не видал ни одной строчки не считал это на духовном уровне такой ужас на них нападает на самом деле я бы рекомендовал всем христианам и не только христианам вот открыть ваши книги посмотреть вот чего пугаются либо против чего протестуют потому что по большому счету вот если вот эти 38 томов если их сократить ну скажем там 60 процентов это ведь все святая библия это все цитаты из святой библии то есть там по большому счету протестовать против книг открытых окон это протестовать против святой библии я так разумею у меня если позволить еще один вопрос сейчас по священному писанию очень часто в речи христианина проскальзывает слово судьба более того даже в толковании блаженого феопилакта он употребляет слово судьба но это сумма вообще-то языческая вы иногда я обратил внимание используйте на другое слово планида да и есть еще вот насколько священном писании вот как его понимать христианину то есть одной стороны это термин все-таки не языческий потому что в библейском вверхом завете и в новом завете ну как это его понимать это термин жребий 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 относительно чего в священном писании вот эти скажем так я в своей речи скажем могу использовать воля божья то есть я не могу использовать слова судьба могу ли использовать термин того жребий или нет давайте рассмотрим сначала что-то судьба и англатаус категорически восстает против этого слова это обман это наваждение вражья ты если веришь в судьбу ты уже половина евангелия потерял 1128 евангелия от матфея придите ко мне все труждающиеся обремененные и у судьба если твоя есть она начерчена тебе не прийти и тебя звать не надо бесполезно здесь речь идет о том что ты не свободны ты разнаряжены и видение божие это не означает что ты строго на это запрограммирован нет а какое слово судьбы нету от определенно потому что объяснять что другой смысл ты знаешь или там предначертания там где-то означает бог знал он знает вот это мы можем подумать относительно замены таким словом я не думал не знаю но надо посмотреть потому что можно никакой замены не делать совсем исключить чтобы не согрешить сказать так мы родились и бог дал нам пять органов чувства главную роль играет зрение о вопросе вера уши вера от слышания не отведения и слышание слова божия и нам предложено избрать огонь или воду благословение или проклятие смерти жизнь но добавляю зачем вам умирать то есть бог предлагает мне выбрать путь жизни и мне за меня тут ни одного слова не надо легко это поставить в этом свете что мне не надо думать об этом что судьба твердо бетонные стенки между ними меня бог поставил я не могу никуда шевелиться этого нет это обман это вражеская клевета на бога я могу каждый день быть в семи положениях церкви о которых говорится в откровении 7 позиций в любой но лучше все быть филадельфии зачем мне складики разделять и печальная участь я такой вопрос никогда не стал заменять я вообще и не не обхожу его он не возникают у меня нигде покайтесь обратитесь я делаю призыв им а при чем тут судьба кто мне скажет судьба я думал как-то узнал я сразу его разбомблю на этом месте и все и каким словом даже не заменяю мне нужды никакой нету вот так я думаю что это будет правильно если мы будем говорить о покаянии о призыве божьем 1 на нашем ответе что благодать призывающие благодать обращающие благодать освещающие и войти вот а русло и все это даже не возникнет я определяю себя я вон меня призвал я отвечаю я и бог перед ним отвечу когда услышите я зашесточите сердце вашего как во дни ропота вот наша задача расслышать и не ожесточить а что это я могу ожесточить у меня так написано откуда ты знаешь то есть мы все время искусственно подбиваемся под эту судьбу а причем тут я бог меня разнарядил на погибель это хитрость сатаны бог не желает смерти грешника но чтобы все все пришли к покаянию не желает я например никогда о замене никогда не думал вот такой ответ понятно спасибо христос я просто почему за этот вопрос я размышлял вот связи с чем в деяниях апостолов когда на место отпавшего иуда и апостолы бросают жребий выбирают москве вот очень часто говорите вы получаете ответ на молитве тем более ведь это апостолы вот как бы они могли помолиться получить ответ от бога родитель не менее вот кидают жребий вот поэтому мне и возник это относительно жребия помолились и доверили богу нам это не запрещается патриарха тихона как избирали почему кирилл на это не пошел потому что кремль утвердил и сказал три кандидата одного запугать а третье сам убежит и он один и поставлены какие условия вот не меньше там как 20 лет канцелярской работы высшее образование то есть ни один апостол не подошел бы на избрание патриарха ты не один у павла апостола у него не было никакой канцелярской озабоченности он это не знал им нужна система и в этой системы кто больше всего умеет ладить с правителями угождать им хотя об этом андрей кураев говорил ему тоже хочется иногда сказать но он зажат и ну и что умер теперь умер патриарх алексей кто ему поможет ну кто я вчера посмотрел маленько позанимался жена жаклин кеннеди убитого кеннеди фиджеральда вот она прожила 64 года все в руках миллиарды за анасиса то вышла она за этого судовладельца то ну и он 69 лет 70 лет даже не прожил а уж все все есть ничего на ней не видели у меня отец весь изорванный без руки и прожил 75 лет и постоянно жили просто наград на краю нужды великой 10 детей совершенно безграмотная с матерью и прожил 76 а мать 86 а это 64 все ничего нету я вот вижу эти которые артисты другое только одну нашел которая она играла жену атака магридеши 51 года выпуск был фильм это его сегодняшний даже сравнивать не надо 2001 года польский он карикатура на это синкевич и генрих это к магридеша и вот там да и которая была женой мирона ну там прелюбодейка она жила дольше всех а этот герой который быку голову сломил он даже до 60 не дожил я их все до 1 нашел в интернете посмотрел они мне очень близки то ни одного нету а главное это та жизнь жизнь за жизнь свою человек все отдаст и когда они болеют что они только не делают как платят курорты где жить в какой погоде и ничего не помогает бог назначает а посмотрите сложеница живет почти 90 али хочу сергей академик долл волков 93 года эти люди которые страдали бог им как бы накидывает на это зато за прошлое я тебе в тройном размере дам так и написано и ничего не прибавишь но и эти вот там какой жеребий то выпал жеребий дать действительно так как один говорит а как вы его стали епископом то да как говорит на кого бог плюнет говорит попадет слюна горит от и епископ ну как-то избрение сделал и если не это и прозрел так и здесь вот бог плюнул попала на меня и счастливы на его он меня сделал епископом весь нас по жребию это когда у нас нет уверенности для спокойствия людей чтобы не сказали кто-то проталкивал а вот когда было их трое и меньше всего у этого было белавина патриарха тихона то а больше всего антония храповицкого голосов то но он не вышел не вышел почему бог знал это теперь уже божий жребий и он видит свиток летящий что на нем написано вот что он увидел первое но и захария взял мы если верим крепко в бога у нас рассуждения совершенно другие будут они без натяга будут входить строки священной священного писания святой библии я знаю мне грамота конечно но но все-таки вот это вот это терпим вот теперь я его для себя это избрание мы избраны избраны а расследован предопределил он уже знает где-то и мы откликнулись на его призыв а я могу это предопределение сейчас в один день поломать уйти в другую сторону но я никогда туда не пойду я его люблю это моя жизнь вот я представляю в думу вы меня вызвали это бы был где патриарх то я бы попросил у него благословить и не сказал благословите владыка скажу им по правде что ждет и поэтому я с ним не вражду и с патриархом но и я имею просто свое зрение согласно от во свете библии там ничего не было божественно ничего нету я уж не говорю пророческий глаз а если бы он вымолил пророческий глаз да бог открыл ему про эту москву он бы сказал вы строите тут ничего не поможет и под землей не спрячетесь вам нужно плакать и рыдать сколько людей погубили сколько вы грабите из россии все деньги туда стекаются какие они получают зарплаты они раз в 10 с лишним получают учителя против наших даже там другая ставка все изменено за квартиру то платят какие деньги вот так спасибо кристос но в общем-то и он вот он полкование посланию титул же прямо говорит что даже если ездит там в повозке ну скажем так на хороших автомобилей епископ хорошо одевается хорошо питается это нужно потому что на этом трудиться но если он говорит не по слову божьей поступает то там поди его я плечи да вот вот поэтому как бы и здесь и как бы свидетель и он говорит об этом что мы должны внимательно прислушиваться потому что говорит на свете нас святейшим потому что все таки это предстояние церкви поэтому это естественно мнение всех православных христиан знать на что ориентироваться и как реагировать вот на то что говорит патриарх поэтому отсюда такой вопрос я представляю мы бы встретились но я бы сказал сейчас просил скажите пожалуйста почему вы не сказали что нужно сказать кого-то боялись как вы сами-то это объясните народу такой шанс был вы боялись их что вас перервут да только дело так все будут знать что они такие такие а пришел пас побыл поговорил поговорил то ни о чем это не его дело совершенно эти трубы ржавые барокко там где были какие названия улиц какое-то отношение к спасению имеет какое отношение это имеет к вечности никакого вообще не вообще никакого зачем он об этом начал говорить как будто это сантехник пришел туалеты чистить ну это однажды я вспоминаю схожий случай когда константин кинчик тоже его спросили о патриархии и он мне очень больно слышать почему он не ни разу не сказал говоря нас по-русски по-русски ну я смиренно подумал что просто наш патриарх хороший дипломат это кто кому это константин кинчик это известный православный певец артист мне очень больно почему он не говорил о те почему он не говорил о русских дипломат вот так ну вот так что основные вопросы ну спасибо христос сегодня он на этой кафедре стоит завтра может быть остановка другая ему больше никогда не представят это упустил шанс шанс упустил у меня спрашивают как было очень просто захожу в камеру первым делом перекрестился он зашел закапинута не перекрестился даже и дальше начал сразу говорить мир вам и дальше начал говорить к этим которые все уголовники до одного а здесь то сидят люди то еще не может быть даже не были ни разу судимые они его бы не прогнали камнями забросали нет это привык уже так какой-то швейцарский дипломат в швейцарии совет русский был советский то и он вспоминает как мы близки были с этим с кириллом то вместе там где-то на лыжах катались и проще это он говорит посещал нас и это газета кажется известие печатала и спрашивает но вы о боге говорили о боге никогда он вам говорил хоть когда никогда я в это поверил поверил никогда он ездил 115 государств то время когда нам вдохнуть не давали у меня подписка не выезде а они 5 115 государств но еще такая стала сыпра одна дальше то какой свет то твой там но ел разную пищу а разная пища то тебе вредно полезно там где ты живешь она природная тоже болеет и уже схватывает сердечко понятие о вечности похоже слабенький или никакого ну тогда усилим молитву конечно только молиться я сказал то именно для этого чтобы знали о чем молиться чтобы бог дал ему веру и рождение свыше мы об этом постоянно молимся ничего этого нету там богу нашему слава с богом михаилу поклон давай